По мотивам произведения Василия Шукшина, хозяин бани огорода, письмо, сельские жители, брат мой, печки-лавочки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и мне неохота ими заниматься Дима Торзок Ну и мысли же у тебя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вот хорошо тебе, Ваня, живет У тебя баня прохудилась Ты, недолго думая, шасть к соседу в баню мыться И по деревне ходишь, тот жадный, другой жадный А я же вот жадный должен, где туда баню попить Ну ты ж знаешь Вот и из тебя поперло, в баню пожалел Да не пожалела, свою надо иметь Ну нету мне денег, тесу купить Да у тебя сроду нету Вот у других же как-то есть Вот ты понимаешь Копейку-то, ее беречь надо А у тебя чуть ли шка завелась Ты сразу пошел, сыну, баян купил А что здесь плохого? Пусть ребенок учится, играет Ага, тебе вот надо перед дядями вышел Тут ты баян купил А я жадный должен для тебя баню Фу на тебя Да гори она синим огнем Это твоя баня Я вот в нищете проживу А своих детей в люди выведу А твои дети проживут Тебя спасибо не скажут Да твои уже начали потихоньку в люди-то выходить Как я сперва в огороды вот Врет А ты вот у младшенького своего спроси Больно уж у меня морковка сладкая Да и что про хворостину тут спроси А в следующий раз я бищу возьму Так и передай своему бою Что такое и правда за две морковки Извечить мага А потому что свое надо иметь Привыкли на чужбинку А чужа кобыл-то нас нашли Легается А ты что в сам пяти по огородам по чужим Не лазил? Не лазил Мне батя Баянов не покупал Но зато за воровство Руки-то выламывал Ну вот тебе я могилку копать не буду И на поминки к тебе не приду Да придешь, Ваня, придешь Там же наливать будут Да кто бы так позвал-то Не приду Иди, иди Куркуль Иди, иди А что ты, Ваня, решил вдруг Что я помирать собрал? Да я еще тебя переживу Не дождешь ты Куркуль Иди, иди Слушай вам музыку Отчего деньги не берутся Здорово, Ильинична А у тебя иконка-то есть? Здорово, Маланя Да есть Да что, мере она у меня Блин, мадушка, вы Ты что же это Что же ее в патьмах-то держать? Да своим что? Сулились Ну, а зять-то партийный А ну коситься начнет О, да, они живут И так не важно А тут еще я с иконкой Это со своей Да нету никакого сейчас закона Чтобы против иконки Вы Вы Не решили Да знаю я Так вот душа-то у меня болит Не очень-то ладно у них У Екатерины, да у зятя Я ж ей вот пишу Да ты ж скажи мужу своему Что ж ты, Коля Ядрена мать Живешь-то гукой, а? Поговорил бы со мной Не ласковый он какой-то Не разговарчивый Говорю Пишу ей Мол А то спать поврось Ну ты Спать поврось Не ласковый Так Что говорить У меня у самой так было Если бы я тогда В масках ушла Да я пусть в роду За свою замушку пошла Никто жизнь в маске не знала Ну ладно Жизнь тогда такая была Работа, работа А с другой стороны Ну работа, работа А человек он же Не каменный Его ежи приласкать Он же в три раза больше сделает И всякое животное Ласку любит А человек тем более Так вот и я говорю Ну а в чем думаешь-то Думал-то, думал-то И додумался Большим начальником бы стал А то ведь так С Богу припек Ну Я ж ей пишу Ты скажи Будешь как суч сидеть Я ж ей принаряжусь Да и на танцы-то и завьюсь Да и сударчика найду Ну ты уж скажешь Сударчика А с кулаками полезет А я обменицую его Ну вот-то Ну быстро там прижмут Да Пусть летит ступеньки считать Журавель задумчивый А ну-ка, дядь, прочитай твое письмо А я и зятю написала Да ну Я ему пишу Читай, мой зятек Читай А я тебе тут много слов написала Да не обижайся Я ж ведь вас тут вот жду Жду Не дождусь Но ежели ты приедешь Еще раз такой задумчивый Я ж тебя шумовкой огрею Мысли-то и перестроятся Да, да Прям так и написала Напишу ему Ты не серчай На меня Ну Я ж ведь тут вот все Думаю, думаю Так мне-то ж ведь Есть о чем думать А ты-то чоли Ну написала Да что ж говоришь И правда Вот подумайте Чего сами не живут И своих близких-то не радуют Ну жили бы Дорадовали Жизнь-то уже к концу подходит Жизнь-то прошла Вот на этих улочках же прошла Давно ли молодыми были Повторилась бы хоть разочек Еще вот с самого начала Молодость-то Да и черт с ним что не ласки Да и черт с ним что работали на износ Жизнь такая была Еще бы так Как на минуточку до молодости На танцы-то и залиться И сударчик-то и дойти Старая Сударчик-то Жизнь-то начали Господи Сударчик Еще одни Слышала Иван-то Расторгую Зовет Где она Солит На курорт же ехать Собрал Дураку делать нечего Что где ураку-то И мутку с тобой берет И репет И шипсочек взять Знаю наших Да? Ну да Пойду к нему Я же у него брать Нет Все Тебе-то я еще пришла Ты Егора Лизунова не видела Да не видала еще сегодня Мне же Паша сынок О, прислал Да зовем в Москву К себе Чтоб приехала Да не то приехала Самолет Чтоб летела А я же на том самолете И до смерти бою Так вот хочу, чтоб Егор так сказал Он же знает Он же знает Да, да, да Он и на самолетах На поездах тамотается Он тебе расскажет Расскажет И вот как увидишь Скажи пусть ко мне Ладно Пусть ко мне Ладно Здорово О, Егор У тебя Моланья искала Зачем? Да всем вместе Кофе зовет Да ты же ей посоветуй Как лететь самолетом А, понял Приду Егор, Егор Походи ко мне Здравствуй, Моланья Васильевна Здорово, Егор Проходи Садись Лететь что ли Собралась То ли ехать То ли лететь Не знаю Поедать собирай А где-то долго А лететь Ой Что вы знали Лететь Я уже ни разу не стала Строй Расходе Воистов Не знаю Ты мне расскажи Что их там Походу Ну да Что рассказывать-то Рассказывать-то И нечего Есть Есть Ну вот Поедете, значит, до городу до Писка Сядете Сядете в поезд Весь Новосибирск Весь Кто В Новосибирске Слезете И там Спросите Где продают Билеты до Москвы Где Городская Воздушная Касса А можете Сразу До аэропорта Ехать Не скажи Как надо Да не так можно Да помедли Чтоб я все Поняла Ну приедете Значит В Новосибирск Там Сразу Спросите Как добраться До аэропорта Приедете В аэропорт И там Опять Спросите Где Продают Билеты До Москвы Купите Билет Сядете В ТУС 104 И Через 5 часов Будете В столице Нашей Родины В Москве Свердловский Правда Посадку Сделаете Не знаю Нас Не спрашивают Сажают И все А это Свердловский Нам надо Салин Кразиться Чтоб Посадили Или там Тех Да Всех Всех Сажают Ну За легкую Дорожку Ну И пиво У тебя Маланья Васильевна Как ты Его делаешь Научила Б мою Бабу А вот Когда Ступица Перестанет Тогда И пиво Будет Хорошее А это Как По Сахару Побольше Кладите Вы Смешите А то Вы все Подешевле Да Посердитесь Сахару Побольше Вот И пиво Будет Хороший А вот На собаке И вы На собаке Настаетесь Вообще Сыгопат Ну Так То Оно Так Когда Билеты Покупать Будете Ох Смотрите Не А вообще, самолетом лететь, это ж надо нервы, да нервы. Вот он поднимается, а тебе конфетку дают. Конфетку. Конфетку. А мог сиди, забудься и ни о чем не думать. А ведь ежели разобраться, это самый опасный момент. Или, скажем, тебе говорят, привяжитесь ремнями. Зачем? 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 Там положено. Положено. То скажите он сразу. Ну, навернуться можно. А то положено, положено. Зачем же на нем тогда лететь, а так отправиться? Ну, волков бояться и в лес не ходить. Вообще, реактивные. Те, конечно, понадежнее будут. Пропеллерный. Он же в любой момент сломаться может. И, пожалуйста, моторы у них горят часто. Я вот лечу с Владивостока, по косткам лезу, смотрю, а вон кори. Ну, я, конечно, перепугался, кричать начал, на шумлетчик прибежал. И что? Отматерил меня. И все. Вот он говорит. Ори. А ты сиди себе и ни о чем не думай. И панику тут не поднимай. Да я вообще не понимаю, почему нам, пассажирам, парашютов не дают. Да, Егор, не набегай. Захмелей. Ты рассказывай нам. Сбюх. Ну, а вообще реактивные. Те тоже ох и опасные. Там, ежели что сломало, так все. Сразу внизу летит. Топором. И костей не соберу. Триста грамм всего остается. И это вместе с одежкой. И в могилку положить нечего. Ладно. Пойду я. Там Иван. Расторгуем. Радю собирает. На курорт забрал. Ну, а вообще. Летите, ничего не бойтесь и ни о чем не думайте. Садитесь в хвост самолета, подальше от кабины пилота, и люстите спокойненько. Ну, и пиво у тебя, Маланя, просто ух. Ну, и дверь. КОНЕЦ 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 Пенькон, дремучим Я эту жизнь и так проживу Я хочу, чтобы дети мои развитие получили Не нужно это мне море, курорт Я вон пошел с удочкой на нашу речку Нарыбачился, отдохнул Вот тебе, елки зеленые А если еще бутылочку с собой взял Конечно, хорошо А детям моим развитие нужно Пойдут они в школу А там они море проходят А море-то они, дети мы уже видели Потому что их папка возил на море Я вот отца-то своего почти не помню Но вот помню, как он меня в Березовку возил Вот это запомнилось Все в жизни было И ласкал, и конфеты привозил Вот это как-то не запомнилось А вот в Березовку на коне Вот возил Вот это вот запомнилось Верхом А вы говорите, детей не брать Нет, ну детей, конечно, взять-то можно Я думаю, надо брать Мало ли еще Тихо-тихо, дайте мне вот доскать Я вот собрал вас, чтобы тут выяснить А вы тут орете, елки Да поезжайте, поезжайте Ну, не в Америку же едете, чай В Россию Так ведь маленькие Аж сердце заходится Ну и что, что маленькие С грудными и то вон ездят Ну а что с грудными-то? Их покормил? Да Спать положил? А эти то и смотри, под колесами Да, ну что я сразу под колесами Ага Ну Езжай, Ванька, никого не слушай Ну ты-то чего молчишь? Ну ты хоть скажи, хоть не слово Да я не знаю уже Да запудрил он у меня всю голову Все мозги своим морем-то, а? Я теперь-то вот и не знаю уже Ой Так-то вот охота Да, конечно, охота Чего ж не охота Ой, ну душа-то вот в пятках Боюсь Да чего ты боишься-то? А ну как захворает Ну ты что, волны, волны Да я сумку сухарей меняю Лишь каркаешь ворона Иван Иван А ты с тобой бутылку белой возьми На всякий случай Ребенок захворал А ты ему компресс на грудку Юра А ты ватой возьми И пергаментной бумаги Да, взяла Взяла Беленькая она ж от всего Да Вот на меня посмотри Меня ж ангина живьё взрёт Вот глянь А-а-а-а-аа У меня ж гланты Пять раз увеличенные Вот глянь А-а-а... Ильди ты в дьяволы За своими глантами Вот пусть раз у вас Гланты не валятся Я ж потому ей пью Что выну, что Да если б не эта ангина, я б на ее проклятую и на дух не глядеть. Ага, водка это не вода, а лекарство это. Да ты бы выпил два ведра, да ведерка нет. Чем бы понасмехаться? Сама брагой же поила. Слышь, сосед, говорят, ты баню собрался ремонтировать. У меня в прошлом месяце бригада плотников работала. Бригадир не наш, не деревенский, а ребята все наши. Знаешь, хорошо сладили и недорого. У меня тёцу нету и денег нет на тёцу. А бригадир-то как? Мужик ничего? Бригадир-то? Да как бригадир? А как мужик-то не знаю. Бригадир наш плотничек, золотой работничек. До работы он охотник и до баб охотничек. Ну да, я тебе послушаю, чё ебал насчет курорта советую. Вань, ты, слушай, ты первонаперво как приедешь, ну ты слушаешь меня или нет? Ты первонаперво как приедешь, Вань, дай ты и уехать, те уки зелёные, уедешь тут с вами. А там на море-то, ох и хорошо. Там море чёрное, песок и пляж. Там жизнь приволенная чарует нас, Вань. Там ресторанов на каждом шагу. Какой-то сколько денег-то просадить в этом ресторанах-то можно, а? А один рассказывал, он мне сам корову ухвал. Ну и что? А зато там музыка изо всех телей. Я как-то раз заходу, они так жахнули, очень чёрные. У меня вся душа свернулась и развернулась. Вот ощущение такое, полезно меня в десять человек, не страшно. Очень чёрные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные, как и люблю я вас. Моё, песня здесь нужна другая. Всем песням песня. Отец мой был природный пахарь. А я работал вместе с ним, Отец мой был природный пахарь. А я работал вместе с ним, И с другой мы в лодочку садились, И тихонько плыли по реке. ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ